Иди меня за 4 тура до конца. Авакян, доктор Мартик. Там сильная шахматная школа, но мы не так хорошо, может быть, знаем игроков. Ну, тут делёшь, да? Так, и вот я на 10-м месте, 7 секунд до... У меня очков столько же, сколько у Сычёва. И это очень мало. Это поразительно вообще. И пандочка Вумингроссмейстер, 5,5 на 2,5 в мою пользу. Конница Власова. Я помню, что у вокзала у нас такой дебютный репертуар. Очень важно победить. Довольно-таки. Ж3. Агрессивный. А5. И Д6. Агрессивный дебютный репертуарчик. Приятная позиция у чёрных. И А5, А4. Да, агрессивный дебютный. С жертвой на G4. Так, сюда-сюда, куда-нибудь там. Ладно, давайте вообще разменяем. Так, жертва на G4 планируется. Проходит или нет, непонятно. Ну, давайте посчитаем. Значит, взял-взял конём. Блин, как бы не продешевить. Можно и слоном, конечно. Но как-то хочется конём. Жертва. Жертва последовала. И хочет что-то у нас тут съесть. Есть ходы слон Е3 и конь Д1. Да, какой из них мы выберем. Вот в чём вопрос. Конь Д1. На F2 довольно серьёзно висит. Так, хочу пойти. Теперь хочется взять, сыграть H3. И дать шаг. Хочу длинную ликеровку где-то. Так, с ферзи H4. Конь F2, да? К сожалению, на шаг король Д2 уходит. И я просто поленился посчитать, что будет дальше со мной. А дальше со мной будут неприятные вещи. Но придётся уже выхода нет. Шаг. Конь F2. Слон Д7, король Д7. Так, слон Д7 взяли. Ладья H4. И конём на H4 возьму. А потом конь F3 шаг. Могла получиться красивая комбинация. Но она почему-то слон Д7 играть не стала. Ну а раз она не стала играть, слон Д7, я могу просто съесть на H3, а могу съесть на H1. Лучше съесть вроде бы коня. А, нет, всё-таки надо было так играть? Надо было так играть. Я остался с лишней пешкой. А ферзь от связки уйдёт. Хороший же был ход-то. Слон Д7 выигрывал бы. Ну, шаг я просто отойду. Тут у меня всё защищённо. Что я так не пошла-то? Слон Д7 же был хороший ход. После того как от связки уйдёт ферзь, ладья С7 ещё или Б6? Б6. Ну ладно. Б6, ладья С8 и конь Е7. Так, что ж теперь? Конь Е7 не ловит ферзя, но близко к тому. Так, ферзь. Ж5 или ладья H6? А, ферзь бьёт Е4 просто вот так. Начинаем потихоньку жрать. Ну что, не висит у нас? Что-то висит. Минута у меня. Не висит. На С4 висит пешка. Всё ещё волнуюсь. Всё ещё не уверен в себе. И здесь тоже забираю. И на конь бьётся 8, конь бьётся 8. Фиг бы с ним. Качество лишнее. Вот. Так. И очень надо развязаться. Ладью H6, видимо. Так, шах. И куда-то надо убежать. Так, и на С7 же висит. Ужас какой. Ужас какой висит на С7. Шах. Блин, я же не могу на С7 отдавать. Да ёлка. Что ж происходит там? Что же происходит? Ладья бьёт С7, корольевший. Блин, там безнадёжно. Там безнадёжно. Хочу на С7 съесть и всё съесть там. Всё. Всё захрустит. Отдаёт ферзя. Угу. Блин. И тут безнадёжно, и там безнадёжно. Так, 15 секунд. И никаких шансов. Есть! Вот так вот пандочки меня обыгрывают. Ну, пока это самая, скажем, такая важная победа в сегодняшнем турнире. Выигранный с раздачи позиции, попал под какую-то нелепую атаку. Да, с форой. Здесь мы играли 3 на 3. Ну, молодец, конечно, Марина. Просто молодец, потому что... Эта победа очень приятная. Такие случайные шансы. 6 очков у нас. Так, 16 место, 5,5 очков из 10. 3 тура до конца. И мы вышли на 12 место. Это какое-то кошмарное позорище. Мы немножко взбодрились. И очень слабо утешает, что я рядом с гроссмейстером Овечкиным. В общем, партия была ограничена. То есть, как в восьмерку попасть с такой игрой? Победа отлично. А главное, как легко было в нее попасть, если бы нормально не проигрывать тогда 3 подряд. Атака была, и там и наш 8 висел, и мат висел, все висело. Непонятно, как защищать. Как близко была эта восьмерка, и как тошно сейчас мне. Причем с такой игрой мне и в утешительном турнире ничего не светит. А я не знаю, как, кстати говоря, как правильно было. Бандочка отставала от меня на полочках.